В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Особый противопожарный режим о правилах посещения леса в летний период. Защитники природы 5 июня – Всемирный день эколога. Вкусная пицца и десерт «Графские развалины» в кофейне «Прайм» прошел мастер-класс для детей. Далее расскажем обо всем подробно. Саров вошел в число районов, где постановлением правительства Нижегородской области введен особый противопожарный режим. Это означает, что на территории города, в садоводческих объединениях и на прилегающих территориях запрещается разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и проведение иных пожароопасных действий. Кроме того, по причине установления 4-го класса пожароопасности в городе вступил в силу запрет на посещение лесов. В жаркую погоду человека манит своей прохладой лес, где можно укрыться от зноя в тени деревьев. Но погода зачастую вносит коррективы в планы горожан. Одни не знали, другие не придали значения действующему запрету на посещение лесов и нарушили закон. Посещать леса можно только там, где это разрешено. А именно, прогулочная тропинка от 15-й школы и туда до водовода. Там можно гулять. Наши экологические тропы. По тропам тоже можно гулять. Это уже от водовода и до родников. Также соровчане могут погулять в акваториях озера Протяжного и пруда Борового. Запрет на посещение лесов – это профилактическая мера, которая призвана не допустить возникновения лесных пожаров. Эти деревья пострадали в пожарах 2010 года. Если провести рукой, то сажа на руке остается до сих пор. Летом 2010 года человеческая беспечность стала причиной лесного пожара. Огонь потушили и не допустили распространения на город. Но выигравший участок в 5 гектаров восстанавливают до сих пор. Только изменение погодных условий способствует нормализации пожароопасной ситуации. Нужно, чтобы несколько дней шли сильные дожди, чтобы под силку промочило где-то на штык лопаты. Это вот земля должна быть там внизу сырой песок. Только тогда, может быть, снимется этот режим. Но в любом случае посещение лесопарковой зоны строго регламентировано. Прежде чем пойти в лес, группа людей или организации должны пройти процедуру инструктажа. Специалисты лесопарка рекомендуют с пониманием относиться к введенному запрету и внимательно следить за сообщениями в СМИ. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наблюдение за микроорганизмами, растениями и животными занимает немало времени. Поэтому работа в этой сфере деятельности под силу не каждому. Но Марина Макеева все-таки выбрала для себя профессию биолога. И сделала это осознанно. Я с детства это мечтала. То есть у меня никогда не было такого выбора и колебаний, куда пойти. Я здесь пришла сюда на станцию 28 лет назад. И я не изменяла никогда больше своим пристрастиям. На станции юных натуралистов занимаются ребята, которые сами для себя решили, что хотят изучать природу. И, возможно, в будущем стать экологами или работать в заповедных местах. Воспитанники Сюна не просто ходят на занятия, а проводят различные природные исследования и пишут научные работы. Как правило, конечно, мы изучаем флору и фауну нашего маленького города, нашей малой родины. А потом, если у нас программы, они бывают и семигодичные, они уже изучают флору и фауну других стран. 5 июня весь мир отмечает День защиты окружающей среды. И для юных саровчан этот праздник имеет особое значение. Несмотря на возраст, они прекрасно понимают, насколько важно беречь природу. Если бы мы не охраняли природу, было бы очень грязно в городе, неприятно жить было бы, кислорода было бы меньше. Конечно, нужно беречь среду, чтобы быть здоровыми, чтобы у нас был чистый воздух. Очень важно охранять животных. Если они начинают пропадать, то мы должны их завозить в заповедники. Сохранением и защитой окружающей среды, как правило, занимаются специальные организации. Но делать это на самом деле может каждый. Мы можем проводить субботники. Ну, например, вот вырубили дерево, можно было бы посадить новое. Или украсить клумбу. Я не выбрасываю мусор везде. Я выбрасываю мусор в ворну. Я не рву цветы, чтобы там вот понюхала и... Состояние природы напрямую зависит от человека. Именно он зачастую наносит непоправимый вред, который влечет за собой тяжелые последствия для грядущих поколений и всего живого. Мария Руинч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В Госдуме предложили сократить рабочий день в дни матчей сборной России на чемпионате мира. Авторы идеи ссылаются на то, что с учетом часовых поясов в стране, главные игры нашей команды придутся на ночное время. В адрес Комитета Госдумы по труду и социальной политике будет направлено обращение с соответствующей просьбой. Напомним, что сборная России сыграет на чемпионате в группе А, где ее соперниками станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Материнский капитал разрешили использовать для перекредитования ипотеки вне зависимости от того, возникла эта потребность дуэли после рождения второго ребенка. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Как подчеркнул убийца пример Татьяна Голикова, нововведение может коснуться около двух миллионов российских семей. Напомним, ранее средства материнского капитала можно было использовать на перекредитование займов на строительство и покупку жилья только в том случае, если эта ипотека была взята до рождения второго и последующих детей. Во второй половине августа в оздоровительно-образовательном центре «Березка» пройдет традиционная молодежная профильная смена «Наше дело». Это уникальная площадка, где каждый участник может подготовить и предложить к реализации свою инициативу. В этом году участников ждут встречи с волонтерами крупных мировых спортивных соревнований, открытие экологической тропы, футбольный матч между сборными командами профильной смены и органов местного самоуправления, развлекательные программы и многое другое. Студия исторических танцев «Пляшущие человечки» Ассоциация ролевого моделирования и реконструкции приглашает всех желающих на мастер-классы. Молодежный проект под названием «Саровский котельон» предлагает саровчанам овладеть основами самых популярных направлений исторического танца «От польки до вальца». Ближайший мастер-класс пройдет 14 июня в детском кубе «Здоровье» по адресу улицы Силкино, дом 10А. Начало в 19 часов. При себе необходимо иметь смену танцевальную обувь. Орудия труда, грабли, лопаты и перчатки, рабочий день с 8 утра и настоящая зарплата по факту выполненных работ. Пока одни подростки проводят летние каникулы в интернете и развлечениях, эти зарабатывают деньги. В Сарове полным ходом идет первая смена лагеря труда и отдыха. Традиционно ребят, желающих подзаработать летом, берет под свое крыло молодежный центр. Подробности в следующем репортаже. Александра Лоскутова взяла в руки грабли впервые в жизни. Девушка решила это лето провести с пользой для себя и окружающих. Несколько месяцев назад Саша подала заявление на трудоустройство в молодежную биржу труда и теперь работает на благо города. У Александры есть давняя мечта, которую она собирается воплотить в жизнь. На курсы татуировщика поеду, буду татуировщиком. А вот Катя Чирохина в трудовом лагере не первый год. Девушка успела найти себе новых друзей, научилась работать в команде, а самое главное – заработала деньги на карманные расходы. Ну не лишнее, чтобы просто на всякий случай всегда деньги были в кармане. Там мало ли что-то резко понадобится. Основная задача лагерей труда и отдыха – научить подрастающее поколение дисциплине совместному труду, жизни в современном обществе, правильным моральным ценностям и уважительному отношению к другим. Чтобы дети уже умели работать, зарабатывать себе деньги на свои личные нужды, личные расходы. Количество рабочих часов для подростков соответствует нормам охраны труда. За выполненную работу все школьники получат вознаграждение в соответствии с действующим законодательством. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Благотворительные акции и другие социально значимые мероприятия для различных категорий населения. Общественная организация «Женсовет РФИАЦВНЕФ» существует в нашем городе много лет и работает в нескольких направлениях. Совместными усилиями активисты общественной организации провели на базе ДК «Авангард» яркий праздник для детей и их родителей. Выбирая между парком Зернова и концертом в ДК «Авангард», София Андреева свой выбор сделала в пользу последнего. Кататься на каруселях на ветру – не самое радостное занятие. Для себя девочка давно сформировала образ идеального детского праздника. Надо веселиться, потом пораньше встать, разбудить родителей, а спать лечь попозже. Традиция делать летние праздники у «Женсовет РФИАЦВНЕФ» зародилась в 2009 году. В тот год организация возобновила свою работу после длительного перерыва. Праздник всех детей они считают одним из самых значимых в году. Кто в ветер смеется, кто втроется, кто втроется, кто всегда втроется. Под аплодисменты зрители со сцены одна за одной лились знакомые детские песни, а зажигательные танцы не давали зрителям оторваться от действия. Организаторы и зрители пришли к единому мнению – праздник детства удался на 100%. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Отдохнуть, с пользой провести время и получить много полезных знаний. Обычный день воспитанников детского лагеря «Искорка» Дворца детского творчества наполнен яркими событиями – экскурсиями, мастер-классами и встречами с интересными людьми. На этот раз ребята отправились в кофейню «Прайм», чтобы попробовать себя в роли настоящих поваров и кондитеров. На мастер-классе от профессиональных кулинаров воспитанники лагеря познакомились с секретами приготовления пиццы и десерта «Графские развалины». Все ингредиенты будущих блюд аккуратно нарезаны и ждут своего часа. Перед тем, как приступить к работе, школьникам нужно надеть фартуки и убрать волосы под специальные шапочки. Правила техники безопасности соблюдены через считанные минуты. Воспитанники лагеря «Искорка» начнут знакомиться с профессией повара. Если ты думаешь, что ты сделаешь все хорошо и ты постараешься, то, конечно же, у тебя все получится очень хорошо. А если ты будешь на обувь все делать, то есть раскладывать печену или сыр или грибы или какие-нибудь другие ингредиенты, то у тебя ничего не получится. Ребята разделились на четыре команды и совсем скоро, благодаря совместным усилиям, обычное сырое тесто превратится во вкусную пиццу. Для того, чтобы тесто не прилипало к скалке, повара советуют посыпать его мукой и раскатывать до тонкого слоя. Таким образом, готовая пицца будет нежнее и вкуснее. Легкими движениями руки мы на нашем холсте по имени «Пицца» вырисуем вот такими вот мазками. Пицца с ветчиной и грибами отправилась в духовой шкаф и на очереди у юных поваров не менее вкусное блюдо. Десерт «Графские развалины» готовится быстро и не требует особой подготовки. В создании кондитерских шедевров каждый может проявить фантазию и полет творческой мысли. Однако Илья Муругов считает, что лучшие кулинарные шедевры создаются в компании единомышленников. Потому что мы каждый самостоятельно все делаем. А когда мы делали пиццу, мы все в команде. То есть каждый выполнял отдельную часть и было намного проще. Безе, крем из вареной сгущенки, шоколадный сироп и тертый грецкий орех. Вкусное лакомство получается даже у тех, кто впервые пробует себя в роли кондитера. По чутким руководствам профессиональных поваров у ребят получились не только вкусные, но и красивые десерты. У нас есть особые друзья, которые в этом году приняли решение сделать этот мастер-класс благотворительным. Это Олег Сидарук, Павел Харитонов. Вообще для нас это было совершенно неожиданное предложение. Нам сказали, принесите только фартуки и чепчики. Все остальное это наше. Спасибо! В Сарове проходит 70-й чемпионат города по футболу. В этом году за победу борются 14 команд, представителей различных организаций и предприятий. Организаторы решили провести турнир по новой схеме, а все команды разделили на две группы. Об итогах третьего тура чемпионата расскажем в следующем репортаже. Яркие атаки, динамичные передачи, острые моменты у обоих ворот. С первых минут футбольный клуб «Терем» атаковал соперника и смог отправить в сетку два мяча подряд. Но контратаки со стороны команды «Вымпел» долго ждать не пришлось. На перерыв игроки отправились со счетом 2-1. Во втором тайме футбольный клуб «Терем» вновь отличился и забил в ворота «Вымпела» еще один мяч. Итог встречи 3-1. Соперник молодой. Это его в первую очередь. Он физически настроен перебегать сегодня. И у нас скамейка. Половина травмирована. Половина на запасе. Соперник, да. Соперник хороший. Команды «Терем» – чемпион зимнего турнира по футболу среди команд «Царова». Решение создать свою сборную и участвовать в городских турнирах было принято два года назад. Сегодня игрокам команды предстоит побороться за новый чемпионский титул. Хотелось бы занять, возможно, первое место в чемпионате города, ну, либо в кубке города в этом году. Всего в чемпионате города принимают участие 14 команд. В этом году на поле встретятся практически равные по силе сборные. Матчи будут проходить сразу на двух полях одновременно – центральном и запасном. Сезон у нас юбилейный, 70-й. Прежде всего, это для себя, для популяризации развития футбола, массового футбола, городского футбола. Чемпионат города по футболу только начался. Впереди футболистов ждет серьезная борьба за призовое место. Обладателем титула чемпиона города станет самая сильная и достойная команда. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин